Масонство Масонство – одно из самых известных идеологических движений в истории Европы, окруженное множеством легенд, преданий, вымыслов и слухов. Официальной датой его возникновения считается 1717 год, когда в одной из таверн Лондона была образована первая масонская ложа. Масоны поддерживали идеи народа власти и либерализма, помогали революционерам. Чтобы добиться своей цели, они старались захватить в свои руки политическое влияние власть и перекроить все сферы жизни на свой лад. Это касалось не только религии и государства, но и семьи, школы, армии, науки, искусства, промышленности и так далее. Сегодня село Боротаевка входит в состав городского округа Ульяновск. А с конца XVIII века здесь находилось имение князя Михаила Петровича Боротаева, видного масона начала XIX столетия. Именно здесь находился масонский штаб симбирской ложи «Ключ к добродетелям», где проходили собрания и обряды посвящения в масоны. Ложа была основана 30 ноября 1817 года. Ее основателем и вдохновителем стал Михаил Петрович Боротаев, князь, предводитель дворянства, сын наместника Петра Михайловича Боротаева. Наша съемочная группа провела свое небольшое расследование. Нам в этом помог краевед Сергей Борисович Петров. Вместе с ним мы определили, где примерно находился дом Боротаева, в котором в советское время располагалось правление колхоза. По мнению жителей села Боротаевка, примерно в этом месте и находился усадебный дом Михаила Петровича Боротаева. Я, надо сказать, его помню. Это был обыкновенный, добротный, двухэтажный дом с большими окнами. Но тогда, для тех времен, это считалось очень солидным, когда вокруг стояли избушки. Здесь, кстати, вокруг, видимо, с выходом на реку Сельда, или Сельдь, как она называется, у него парк выходил. Имение Михаила Петровича славилось имен с кабинетом, библиотекой и великолепным садом с фонтанами, писал самарский литератор Иван Алексеевич Второв. Действительно, по словам местных жителей, рядом с домом Боротаева был огромный сад, в котором росли более двух тысяч яблонь. К сожалению, от сада ничего не осталось. Вся эта территория застроена домами. Только у самой реки Сельдь сохранились многовековые деревья. Они хранят память о великом князе Боротаеве. Здесь, где-то в этих зарослях у реки, находился подземный масонский грот. Сохранились записи о том, как принимали новичков масонскую ложу. Он стоял на коленях перед гробом, который располагался посередине грота, и читал клятву, а над его головой все члены ложи держали мечи. Масоны называли себя братьями. Масонская ложа «Ключ к добродетели» состояла из 39 действительных и 21 почетного члена. К ним относились генерал Петр Ивашев, крестный отец Ивана Александровича Гончарова Николай Николаевич Трегубов, сенатор и бывший симбирский губернатор Николай Порфирьевич Дубенский, сыновья Тургенева Николай и Александр, а также его брат Петр Петрович. Основная цель масонов была благородная – бороться с пороками общества. Большое внимание уделяли самосовершенствованию и самовоспитанию. Примером для подражания был предводитель масонской ложи. Князь Михаил Петрович Боротаев был предводителем симбирского дворянства. Им было основано несколько благотворительных заведений. В ученых кругах князь Михаил Петрович был известен как ревностный член-корреспондент императорского человеколюбивого общества, почетный член Крамзинской библиотеки в Симбирске. Ложа «Ключик добродетели» по приказу царя-императора Александра I прекратила свое существование в 1822 году. Конечно, масоны продолжали свою деятельность тайны. Скончался Михаил Петрович Боротаев 30 июля 1856 года на 76-м году жизни в своем поместье, сельце Боротаевка. Похоронен на погосте Покровского монастыря в Симбирске. На некрополе Покровского монастыря покоится прах многих видных дворян в Симбирском, а также людей, прославивших Россию на весь мир. Среди них есть масоны. К сожалению, в советское время это исторически ценное кладбище было уничтожено. Его сравняли с землей и оборудовали здесь сквер имени Ильи Николаевича Ульянова. Единственная могила которого сохранилась. Только в 90-е годы прошлого столетия по инициативе протеерея Алексия Скалы начались работы по поиску, реставрации и установке надгробий и памятников. Воссоздан участок Покровского кладбища. В 1994 году здесь была возведена часовня. На ее стенах написаны имена тех, кто был захоронен на этом некрополе. Среди них князья Боротаевы, Ивашевы, Тургеневы и многие другие. Более 1200 фамилий. На этом кладбище был похоронен один из самых знаменитых масонов. Лабзин. Не так давно открыли, отрыли остатки захоронения. И именно с надписью, что это могила. Вот этот фрагмент находится в областном краеведческом музее. Александр Федорович Лабзин. Писатель, переводчик, издатель. Основатель ложи «Умирающий сфинкс». Был назначен вице-президентом Петербургской академии художеств. В сентябре 1822 года выразил несогласие с избранием некоторых членов. Когда стали предлагать Аракчеева, Кочубея, графа Гурьева в почетные члены академии, а он задал наивный вопрос публично, а за что? Тогда ему президент сказал, что это особый, близкий к государю императору. Он возьми да скажи, слушайте, а давайте выберем тогда кучера Илью Бойкова, потому что он не только особый, близкий к государю императору, но даже сидит впереди него. На Лабзина поступил донос, и он был уволен в отставку и выслан по указу Александра I в Симбирскую губернию, на родину Ильи Бойкова. Он был уроженцем села Загудаевка. Правда, Лабзин и жил сначала в Сингилее, а потом в Симбирске. Если вы думаете, что масоны – пережиток прошлого, то глубоко ошибаетесь. Доказательством тому служат экспонаты выставки «Вольные каменщики Симбирской губернии». Современные масонские предметы любезно предоставил Георгий Дергачев, основатель современного масонства в России и, в частности, масонской ложи «Великое ложе России». Продолжение следует...